МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подойдет по всем статьям. Казанский федеральный превратит выпускников, школ в юристов. Будет жарко. Раскрыты тайны пугающего температурного рекорда. На сегодняшний день Казанский федеральный активно сотрудничает с семью корейскими университетами. Однако количество наших партнеров и страны утренней свежести скоро возможно увеличится. О визите делегации молодого университета Ким Чхон узнаешь в нашем следующем сюжете. Южнокорейский университет Ким Чхон, что расположен в западной части провинции Кен Сан Пук То, был основан относительно недавно, в 1978 году. Однако уже учебное заведение считается одним из лучших в поддержке инноваций. В Казани представители университета оказались впервые. Как признались члены делегации в ходе визитов КФУ, в нашем университете их привлекло единство традиций старины и современных технологий. Меня поразил музей истории КФУ. Я был приятно удивлен тем, что такие великие люди, как Владимир Ленин и Лев Толстой, когда-то учились в этих стенах. Я надеюсь, что наши университеты будут сотрудничать, и мы будем обмениваться не только студентами, но и преподавателями, а также будем проводить много совместных мероприятий. В официальной части встречи стороны обсудили возможное сотрудничество в научной области. Проректор по внешним связям КФУ Ленар Латыпов отметил такие точки соприкосновения, как психология, педагогика и менеджмент. Именно в этих сферах два университета могут дополнять друг друга. Впереди гостей ждет знакомство с другими подразделениями КФУ. А пока стороны подписали меморандум о взаимопонимании. При условии успешных переговоров в будущем вполне можно ожидать и договора о сотрудничестве. Диана Вакян, Роман Самарин, Универ Ньюс. А мы продолжаем разговор о структурных подразделениях Казанского и Федерального. Прямо сейчас вы узнаете, почему диплом юрфака КФУ – это путевка в жизнь, и кого готовы взять в ряды будущих юристов с руками и ногами. Смотрим. Юридический факультет Казанского и Федерального – одно из тех подразделений, которое возникло в университете с первых дней его существования. Во многом именно богатые истории и традиции легли в основу легендарного образования, получив которое выпускники юрфака КФУ непременно получают путевку в жизнь. Юридический факультет гордится своими выпускниками, которые сегодня занимают очень высокие посты в органах государственной власти, в правоохранительных органах, не только в Республике Татарстан, но и в Российской Федерации, и тем, что продолжает развиваться и образовательная составляющая. То есть всем этим, конечно же, мы гордимся. Кстати, выпускников юридического факультета КФУ практически никак не затрагивает и перенасыщенность рынка труда юристами. Диплом юрфака КФУ – это еще и гарантированное трудоустройство по профессии. Хороших юристов всегда будет не хватать. Поэтому вот как раз задача вуза – готовить конкурентоспособных, качественные кадры юридические. И в этом смысле я думаю, что эта профессия будет всегда актуальна. Даже если он не состоится как юрист, юридическое образование настолько универсально, что он себя в жизни всегда найдет. Секрет такой востребованности специалистов с дипломом Казанского федерального довольно прост. Будущих юристов готовят не просто профессора. И кроме теоретических знаний они передают студентам свой бесценный опыт. Преподаватели юридического факультета, высококлассные специалисты с большим опытом работы не только такой вот именно педагогической, научной работы, но это и люди, которые еще и занимаются юридической практикой. Поэтому это действующие судьи, прокуроры, это работники не только правоохранительных органов, но и различных юридических служб. Естественно, здесь есть возможность обмениваться непосредственно, делиться этим опытом, практической работой. Поэтому вот в этом смысле, конечно, студентам юрфака очень повезло. Руководство юрфака не скрывает. Конкурс на их факультет из года в год только растет. И чтобы претендовать на бюджетное место, нужно иметь очень высокие баллы ЕГЭ. Но главным критерием отбора всегда остается любовь к своей будущей профессии. Александр Александров, Лишат Хусаенов, Универньюс. А теперь познакомимся с самыми свежими новостями Рунета в нашей традиционной рубрике «Веб-Ньюз». КФУ и Первый медицинский университет образовали академический юнит. Цель создания юнита – повышение конкурентоспособности биологической, медицинской и фармацевтической науки в России. Парки и скверы Казани превратятся в кинотеатры. Киносеансы под открытым небом будут проходить каждый четверг с 16 июня по 8 сентября. Проект реконструкции парка Урийского презентуют казанцам. Горожанам предстоит выбрать логотип и фирменный стиль парка. В Казани прошел матч друзей баскетбола. Участие в товарищеском турнире принял министр спорта Татарстана Владимир Леонов, призеры Олимпийских игр и чемпионатов мира, а также болельщики. В Казанском федеральном университете с нового учебного года запускается магистрская программа подготовки специалистов по исламским финансам. В связи с западными санкциями в России возросла потребность на подобных специалистов. Ильнура Джумалиева, магистрант Казанского федерального университета, победил в номинации «Мисс Загадочность» на конкурсе «Жемчужина мира-2016» в Казани. Участнице предстояло продемонстрировать творческие номера, многие из которых были посвящены национальным традициям и обычаям. На днях НАСА публиковала отчет, в котором утверждается, что апрель 2016 года оказался самым жарким за всю историю метеорологических наблюдений. Но с чем это связано и какие погодные аномалии НАСА еще ожидают, выяснила Аделя Мухамедшина. За последний год глобальная температура всей планеты увеличилась на 25%. Это серьезно повлияло на окружающую среду всех регионов. Наша страна не стала исключением. Зафиксировав неоспоримый температурный рекорд этого года, специалисты НАСА делать глобальных прогнозов все же не решаются. Но одно им ясно точно, что природные условия еще не единожды удивят нас в течение полугода. Более оптимистично на жаркий рекорд смотрит заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы Казанского федерального университета. Это явление действительно называется грандиозным, потому что охватывает огромную территорию, обладает большой энергетикой. И оно способно поднять температуру атмосферы всего земного шара. В городе Казани у нас действительно температура была выше нормы, начиная, по сути дела, с сентября месяца, но и по всей планете. Но сейчас это явление угасает, и ему на смену обычно приходит ланинья. Это уже событие противоположного характера. Это событие приводит к понижению температуры. Поэтому нужно понаблюдать. Ученый подчеркивает, что температурный режим Земли зависит от того, как поведет себя человечество. Избежать повышения средней глобальной температуры можно только в том случае, если между странами будет достигнуто взаимопонимание относительно реализации в области экологической безопасности. Главной причиной считается влияние человека, его хозяйственные дельцы, антропогены и его работа. То есть он меняет, не только выбрасывает парниковый газ, но он все-таки меняет риг планеты. Его характеристики, свои хозяйственные деятельности, так говорится. И поскольку этот процесс продолжается и будет продолжаться, то все климатические модели указывают на то, что температура к концу столетия может подняться в диапазоне примерно от полутора до четырех градусов. Это имеется в виду средней глобальной температуры. А в нашей местности может быть и значительно больше. Ученые всего мира прогнозируют повторение жаркого температурного режима еще в течение двух лет. Обычно после него наступает холодная фаза. Так что вполне может оказаться так, что после температурного скачка вверх наступит похолодание. В природе и в метеорологии нет ничего постоянного. Поэтому не стоит ожидать ни уклонного, ни резкого повышения температуры. И скорее всего нас будут ожидать другие, совершенно новые рекорды. Аделя Мухаммедовична и Ленарда Влетьяров, Универньюз. Сессия, сессия. Для препода нет слова чудеснее. А вот что такое сессия для студентов Казанского федерального? Пожалуй, на этот вопрос они ответят сами. Смотрим. Сколько? 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 Кто-нибудь непременно его задаст, гласит экзаменационный закон. Всем хорошей сессии и до скорых встреч!